С кем вы фактически воюете, таковой вопрос, то есть на той стороне, кто там, чеченцы, русские, местные, и опять-таки, как это изменилось? Да никак, ситуация, одно и то же, одно и то же, да, наемники, наемники, чеченцы, местные, местных тоже много, довольно-таки много, их большая часть, в принципе, местные, это собрали, ну, там, где они, оккупированная территория, там практически все села, поселочки, там еще какие-то совхозики, это вот именно электоранты Ланера, кто воюет. Как у вас строятся отношения с местными жителями? Ну как, в принципе, нормально, есть симпатизирующие. Да, многие, многие нам очень симпатизируют. Да, и помогают местные, вот, и женщины приходят, кормят нам, приносят. Да, готовят, кормят, что-то еще там, ну, так просто, хотя бы улыбаются, и то тоже хорошо. Есть, которым сугубо, наверное, все это фиолетово. Ну, таких больше. А не политичные, это большинство, мы работаем, нас не трогаете, нам, не важно, кто будет, лишь бы была стабильность, как они, в их понятии. А есть, которые негативно относятся. Ну, сейчас, кто негативно относится, они скрывают свое мнение. Ну, или, когда, если переберут, то могут там еще что-то высказать, ну, несмотря на кого нагрузится. Потому что есть, даже среди наших, они спокойно выслушают всю эту критику. А есть, которые могут им, могут дать. Как изменились отношения с местными жителями за время АТО? Каких стало больше, меньше, тех, которые симпатизируют или наоборот? Да никак ситуация, просто, понимаете, ну, как она изменится? Кто-то, да, кому-то глаза открылись, конечно, он понимает, что в Луганске, не хотят, чтобы так, как было в Луганске или еще в некоторых там населенных пунктах. То бишь, лишится работы, они понимают, что сейчас реально, вот, есть украинская власть. Хоть она плохая стала, он раньше там смотрел в сторону России. Сейчас она хоть плохая, но, тем не менее, у него есть работа, у него есть там, кто-то пенсии получает. У него есть свет регулярно, вода и отопление. Он не хочет того лишаться. А многие, конечно, даже несмотря на то, что там от счастья до Луганска 18 километров, и там кардинально другая ситуация. Он понимает, вроде бы, что-то, что там вообще намного хуже, но, тем не менее, его все равно туда тянет. Многие, конечно, вообще, как и раньше, просто нам и рады, и помогают всячески, и смотрят. Ну, к сожалению, это процентов только, которые поддерживают нас именно так хорошо, это только 25%. Конечно, осталась вот эта вот большая доля безразличных. Как Вы относитесь к четвертой волне мобилизации? Есть ли смысл принудительной мобилизации? Принудительной смысла нет. Потому что те, кого принуждают, они не имеют той мотивации. Они, в первую очередь, они первыми бегут. Ну, а как относитесь к тем, кто уклоняется от призыва? Как по мне, лучше, пускай он не хочет, если ему пришла повестка. Если ты не хочешь, занимайся своим делом. Работаешь ты, не работаешь, то не ядис ты или окажешь там. Занимайся своим просто делом, если ты не хочешь идти, если тебе это не нужно. Потому что есть масса людей, которые хотят идти, но у них не получается. Он приходит, даже под ворота становится к тому же Айдару или, блин, или идет в тот же военкомат, а ему говорят нет. Вот лучше бы для таких открыли возможность, кто хочет, какой ты там. Пускай ты хромой, косой, там уже, блин, пускай военкомат проверит просто твои способности. Есть вот еще одно вопрос, мы такую проблему не обговорили, что, допустим, Айдар, он может только на одну треть, это официально люди устроенные, у которых есть военный билет, там, то есть все. А все остальные, как я, вот только я его получил, уже вот сколько времени, тоже вот полгода, я получил только эти бумажки в декабре месяце, что я там воюю. И даже никто нигде там не писал, что вот я там зачислен куда-то, что-то, где я был там на боевых там и всякое такое. А эти ребята, которых принудительно призвают, им, во-первых, зарплаты с первого дня идут, они сидят, они бухают, а зарплаты у них мало того, что военные, зарплаты там, она пускай там 2200, по-моему, что-то такое, плюс атошная. Плюс еще премия 100%. Да, плюс еще премия. Он просто деньги там и семью свою хорошо кормит, и сам каждый день просто наблюдаешь его, в состоянии алкогольного опьянения, тем не менее. А мы вообще ничего не получаем, мы не можем себе позволить такого, что они. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я думаю, что вы рассказали много нового, и для меня нового, и для наших читателей и зрителей.